Глубокая нить тебе, в первую очередь, как ученику, и что она даст будущему клиенту, как ты думаешь? Ну, во-первых, она мне дала возможность выучить классический маникюр, технику классического маникюра, дала мне возможность понять это благодаря срезам на лимонах, также благодаря разборке конструктива маникюра и педикюра, и в дальнейшем это даст чистоту выполнения маникюра и педикюра у моих клиентов. И я так понимаю, что чистота их маникюра и педикюра, и приостановление роста их птеридия. Смотри, когда ты впервые, когда мы с тобой прошли первые лимоны, когда технику на лимонах, для тебя сразу было понятно, что такое классический обрезной маникюр, за счет чего чистота и какая последовательность среза. Для тебя было легко это сделать? Ну, я поняла, что такое классический маникюр, я поняла технологию выполнения, но для меня было немного трудновато сразу. А что практики нет? Да, не было практики, поэтому мне было трудновато немного делать срезы, но на лимонах я хоть немного, хоть я наловчилась это делать, на лимонах я практиковалась это делать, и потом было проще перейти к рукам клиентов. С каких названий состоит глубокая нить? Какие ключевые слова? Наклонные срезы, полотна, первое, первый градусный полотно. Первый градус, полотна, второй градус, полотна. Это под ногтевая гармошка, а второй градус, полотна, это круглая ногтевая гармошка. Над каким слоем работает круглая ногтевая гармошка? Над каким? Думаю, визуализирую. Вот круглая ногтевая гармошка, вот она. Над каким слоем это умница? Это птеригия. Птеригия как вытаскивается? Движениями вверх, движения чипчиками вверх. То есть ты вытаскиваешь что? Сама суть какая? Самую нить птеригия. А тогда первый градус у тебя, начало твоего среза откуда идёт? Это идёт от гиптика, который также подрезается и потом продолжается движение возле около ногтевого валика до зоны выроста. Умница. Птеригия откуда начинает свой рост? Он начинается от кутикулы и в виде крыла ложится на ногтевую пластину. Это утолщение и панихия. Умница. От зоны вроста начинается птеригия или нет? Как ты думаешь?